Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Номер 30. 1 Коринфянам 1 глава 25 стих. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Толкование блаженного Феофилакта. Крест называют безумием, потому что так о нем думали. Между тем он мудрее человеков. Ибо философы занимались пустыми и бесполезными предметами, а крест спас мир. Далее он кажется и немощным. Как будто немощен распятый Христос. Но на самом деле он сильнее человеков. Не только потому, что более и более процветает. Несмотря на усилия бесчисленного множества людей погасить это имя. Но и потому, что этим, казалось бы, немощным орудием связан сильный дьявол. Можешь, впрочем, понимать это и так. Премудрое в Боге называется немудрым, то есть безумным. И все мощное немощным. Подобно как и высочайший свет его называется мраком и тьмой. 1 Коринфянам 1 глава 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Толкование. Рассмотрите, говорит, и следуйте призванных к вере. И вы найдете, что немного из вас мудрых по плоти. То есть, на простой взгляд, приспособительно к настоящей жизни. Не сказал, нет ни одного мудрого, но немного, потому что были верующие и из мудрых. Например, Ариапагит, Проконсул и другие, которых имена теперь неизвестны. Уверовали также некоторые и из сильных и знатных. Посему обо всех сказал немного. Итак, усмотри силу проповеди. Как людей необразованных научила она столь мудрым догматам, и как внешняя мудрость оказалась бесполезной. Комментарий Игнатия Лапкина. Пастырь, вынимай глазам и ушами. Обсязательно оцени силу, какая заключена в Слове Божьем, Святой Библии. Усмотри силу проповеди. В проповеди необходимо затрагивать и современные события. Увязывай их с Библией. Никакие душесчипательные истории, рассказы не дадут того результата, который приносит проповедь о Христе. Усмотри силу проповеди. Научиться православным говорить. Силу проповеди. Говорят мертвы. Даже говорит и то морозом тянет от него. Он не живет этим. 1 Коринфянам 1 глава 27 стих. Но Бог избрал не мудрое миро, чтобы постромить мудрых. И не мощное миро избрал Бог, чтобы постромить сильное. Толкование. В самом деле для эллинов величайший стыд видеть, что площадной ремесленник превосходит их любомудрием. И слабый, и презираемый уничижает сильных и богатых. Ну понятно. Когда на меня нападает даже Олег Стеняев. Ну мы не друзья. Он был там на меня даже... Ну он меня считает одним из самых продуктивных миссионеров. Я уж не говорю про Андрея Кураева. Почему? Ну выступил доктор богословия Павел Бачков. Московского патриархата. Как бы к Игнатию не относились, но тысячи людей, которые пришли в православие. Тысячи. Он знает это. Это-то вы никуда не денете. То есть лопаются от зависти. А что это? Говорят два митрополита. И они рассуждают. Здесь наш капрал, митрополит Иларион и Сергий Иванников в этом 16-м году, когда встретились. Почему они ко мне так относятся? Почему? А я не думаю вообще об этом. Съезды какие-то делают миссионерские. Коллективы, отделы. Все это фальшь. Единственное, что здесь может сказать Дух Святой. Поэтому он обращает. А значит, сынами гиены делают, обходя море и сушу. Он отправляет, миссионерская работа в Китай отправляет. А где он? Он дальше-то нигде не бывает. Но учили китайцев, он машет кадилом, дальше-то не идет никуда. Ничего. Первое Коринфянам, первая глава, 28 стих. И незнатная мира, и уничиженная, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Толкование. Называет незначащими тех, которых не почитали за ничто. А значащими тех, которые казались чем-то. Итак, чтобы этих показать людьми суетными и бесполезными, Бог избрал тех, которых почитали за ничто. Когда же слышишь «избрал», не думай, будто он непременно хотел презираемых избрать, а знаменитых отвергнуть. Нет. Но поскольку знаменитые надмивались своей мудростью и потому не принимали проповеди, то Бог нашел способнейшими к принятию ее тех, которые ничем не гордились. Это вы гордитесь? А мне чем гордиться? У меня вообще ничего нету. И знает, прелесть гордыни, прелесть гордыни. Меня в совершенстве слова не трогают. Я не знаю ни того, ни другого слова. Я работяга, работал всю жизнь на самой грязной работе. Я специалист, прораб. Мне не давали работать. Ну, я-то знаю, специальности разные. Каменщик, плотник, стекольщик. Что угодно мы мог делать-то. И на этой работе всю жизнь проработал. Чем я буду гордиться-то? Ну, я молился. Я просил Бога. Я вот спросил сами себя, кто боролся со сном? Ну, это мое уже, личное мое. Как? Убирал, убирал, убирал. Два с половиной часа от сутки уходил он в сон. Сейчас я все еще не могу войти в свой возраст. Вот спрашивается Лев Толстой, от чего он умер? Ты знаешь, от чего он умер, нет? Знаешь, что захворал и помер резко так. Захворал и помер. Ты знаешь? Нет. Как? Захворал и помер. Он из дома бежал. И в дороге, в поезде сидел в вагоне. Там, конечно, тепло было. Вышли крестьяне, увидели Лев Николаевича. Мы хотели вопрос задать. И здесь не помещается. Большой тамбур, он туда вышел с ними. Ну, дует же везде-то. Его прохватило воспаление легких. Молодой-то, Лев-то, Толстой-то. Когда спросили женский вопрос, он говорит, я в этом вопросе был неутомимый. Как Пушкин. Ни одной бабенки не пропускал мимо. А тут старый человек. Дунуло. Вот ты здесь приехал, Василий, хотел я его занять чем-то. Вышли на верхоту Барнаульского моста. Там дуло. Я даже никак не рассчитывал. И меня ветер прохватил. Ну, уже здесь сколько ты уже? Скоро месяц будет? Я целый месяц не могу от соплей избавиться. Почему? Я не могу войти в тот возраст. Я живу как юноша, молодой, возрастом. А тело-то это никак. Такие же кости хрупкие делаются, как у старика. Давай. Комментарий Игнатия Лапкина. Приучив людей к внешней набожности, к соблюдению внешних ритуалов, к соблюдению праздников, к целым наборам благочестивых святынь, священники совершенно не приучили своих прихожан к Слову Божию. К проповеди Евангелия и даже к тому, чтобы их прихожане ни от кого не принимали проповеди. Вот у меня здесь на сайте 4124 ответа. Ответы данные бывают больше 20 лет назад. Так сегодня-то изменилось много, у меня ничего не меняется. Но у вас отношениями изменились. Вот сейчас вот зарубежная церковь так. Да, я в патриархии, когда ответы давал, в патриархии мы не были. Наша община заранее, первоначально, она ниоткуда не переходила. Люди из мира приходили, уверовали на занятиях в университете, получили крещение, была община. Я отвечал на вопросы, кто приходили. Ну, время-то меняется. У вас то были отношения с патриархией одни, сейчас другие. У меня не меняется. Мы просто подчинились. Я знаю, что сергианство, предательская декларация Сергия, это самое страшное, что было за всю мировую историю. Отказ от своих мучеников, славы своей, от исповедников. Я вот в вузах был, а в это время меня оклеветали священники, продолжали бить вдогонку. И кто, откуда вы знаете это? Да очень просто. Благощины Красноярского края, отец Александр Бурдин, их три брата и все священники. Жена его матушка, Анна. И вот они за столом сидят, там выпивают и начинают разговор вести. И там обязательно обо мне разговор зайдет. А я в тюрьме, я в это время на этапах иду. А они трепут, она зашла тогда и слышит это дело, остановилась и говорит, вы где находитесь-то? Как где? А муж сидит. Матушку эту он побаил, Анна Николаевна. Ну где? У вас в доме. Вы в тепле находитесь? А Игнатий где находится? Так. Вы где спали сегодня здесь? А он где спал? Вы что питаетесь? Он чем? Как вам не стыдно? И они все умолкли. Архиерея правды не было. Она ни архиерея, никого не признавала. И она сразу их всех осадила. Священник один сидит. Там Михаил Скачков был. Игнатий, он и икон не признавал. Да что ты врешь-то? Ты же у него переплетному делу учился. Учился. И ты в его комнате сидел, да? У него места нет, где бы икон не было. Ну, три стены. Одна стена только. Окно, огромное окно. Это барак. 18 квадратов. Вторая это койки дают до верху. Третья кухня. И одна только стена у него. И там все. Большая картина вот эта вот у нас висит в трапезной. Христос под крестом. И дальше иконы. Иконостас большой. И ты говоришь, что нету. И он заглох. То есть она их осаживала. Будь здоров. Как Бог дает защитников. Обычно как человек за себя не может заступиться. Его где-то давят. Советская власть. Они с советской властью сплелись. А сейчас мы были гетто. Патриарх гетто. Да вы же от сапога от них, от сталинского не отходили. В советское время до такой должности дойти. Вы понимаете, меня нигде в семинарию не принимали. Даже намек на то, что меня устроят в семинарию. Бешенство приходило уполномоченным по религиозным культом. Его трясло сразу. Когда наши пришли, Надежда Васильевна, в местный дом инвалидов, разрешение взять дом инвалидов. Там надо директор, говорит, возьмите справку от уполномоченного. Ну они пошли к священнику, чтобы вызвать. Он говорит, к уполномоченному идти. А уполномоченный это Седишев Александр Петрович, Алтайский край. Это, Надежда Васильевна пошла, еще три сестры, кажется, две. Он разговаривал по-хорошему, ну он вообще человек хороший. Так, а как ваша фамилия? Она говорит, Лапкина. Лапкина, он как соскочил вокруг стола, начал бегать. Говорит, он как будто рехнулся. Я говорю, что с вами, Александр Петрович Лапкина? Никогда не дадите. Это речь идет о калеках, лежащих, причастить нет. И так и не дали причаститься. На их совести сколько. Священники боялись шага сделать. И все. И советская власть хорошая. Меня судили, у нас лояльное отношение, лояльное. Льяла это сточные такие пазухи у корабля, куда вся грязь стекается. Мне это напоминает льялы корабельные. Вот такое дело. Дальше. 1 Коринфянам 1 глава, 29 стих. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Толкование. Для того, говорит, Бог поступил так, чтобы не сложить гордость и хвастовство тех, которые помышляли о мирском, и убедить их, чтобы они все полученное от него ему приписывали, и не тщеславились пред ним. Как же вы, коринфяне, гордитесь этим? Заметь, между прочим, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены пропроведи за свою гордость. Вот и все. Почему они не могут проповедовать? Они гордые. И когда священники говорят, никого не судите, они имеют в виду только одно. Не трожь нас. Судят подряд все. Не трожь нас. Вот и все. 1 Коринфянам 1 глава, 30 стих. Какие страшные огненные слова произнес блаженный Феофилакт, и мы их применяем к этому изданию, его труда. В отношении тех, кто не хочет слушать ни Слово Божие, ни толкования святых отцов, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость. Почему они молчали? Молчали. Но внутри все-таки они были около алтарей. Здесь был благощинный, огромная власть была. Наверное, больше, чем у епископа сегодняшнего. Войтович отец Николай Павлович из Белоруссии. И на Пасху, когда здесь милиция все это охраняла, а я на улице был свидетельствовал. У них как Рафик тогда была машина, как наша от Газель сейчас. И они меня туда пригласили, ни руки не скручивали, ничего тут. Ну, я им начал свидетельствовать, а там оказались такие, там, кандидаты, наверное, и прочее. Ну, и поговорили. Потом я на следующий день пришел к отцу Николая, он говорит, вы на улице проповедовали, я слышал. Я говорю, ну, что проповедовали-то? Спрашивали люди, я отвечал. И вас милиция забирала? Ну, что забирала? Это машина рядом была, там стояла, пригласили. И вы им там прям так и говорили открыто. А как не открыто? Я это не знаю, как не открыто. И он сразу голову опустил. Вот так, как сейчас помню. Улыбнулся. А победа-то все же на нашей стороне была. Он у меня главный душитель был. Но внутри у него было все-таки, он верующим себя считал. И он знал, что победа была одержана по всем пунктам. Они все отступили, ничего дальше не знали говорить. Это сегодня, которые лают на меня, они ничего не знают. Ну, вот это просто такие шавочки, белюзга, моськи. Дальше. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. От него и вы, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Толкование. Слово от него, разумеет о привидении. Не в бытие вообще, но в лучшее бытие. Смысл слов такой. Вы сделались чадами Бога. И от него, сделавшись его сынами во Христе, то есть через Христа. Словами же «незнатное избрал» показывает, что они благороднее всех, потому что имеют отцом своим Бога. Он сделал нас мудрыми и праведными, и святыми, и свободными, ибо это значит искупление, то есть освобождение от плена. Далее. Как избравший в неблагородных, Он сделал их благородными, потому что усыновил их Богу, так и необразованных сделал мудрыми, сам сделавшись для нас премудростью. Для чего же Он не сказал «умудрил нас», но «сделался для нас премудростью»? Для того, чтобы выразить изобилие дара. Он как бы так сказал «предал нам самого себя», употребив высокие выражения сыни, прибавляет «от Бога», чтобы ты не почел его сына нерожденным, но обратился к причине его, к Отцу, и заметь порядок. Во-первых, Он сделал их мудрыми, освободив от заблуждений и научив богопознанию. Потом праведными, даровав им отпущение грехов, затем осветил Духом Святым и таким образом даровал нам совершенную свободу и искупление от всех зол. Так что мы принадлежим только Ему одному, и находимся в Его власти. 1 Коринфянам 1 глава 31 стих. «Что бы было, как написано, «хваляющийся, хвались Господом». Еремея 9 глава 24 стих. «Но хваляющийся, хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость и суд, и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне», говорит Господь. «Все это, говорит, сделано для того, чтобы никто не почитал себя чем-нибудь и не хвалился ни самим собой, ни другим кем, но только Богом, который даровал нам столь великие блага. Как же вы гордитесь и самими собой, и учителями людьми?» Примечание первое. В другом списке находится такое предисловие к настоящему посланию. «Коринф есть город Греции, славившийся тогда богатством, мудростью и многими другими преимуществами. В нем много пострадал Павел. Здесь явился Павел Христос и сказал, «Не бойся, но говори, потому что у меня много людей в этом городе». Деяние 18 глава 9 и 10 стих. «Дьявол, видя, что стой великий и многолюдный город принял истину, разделил жителей его. Между ними одни самовольно сделались учителями народа, который приставал то к одним, то к другим, и могущим научить чему-то большему, нежели Павел, то к другим, так богатым, могущим оказать большую помощь. И таким образом, соперничая между собой и славолюбие, они заправляли церковью». Ну вот первое зло. Другое зло. Некто, живший со своей мачеха, не только не был укоряем другими, но еще управлял народом и надмивался внешней мудростью. Кроме того, иные, ссорясь между собой об имуществе, судились у судей, не принадлежащих церкви. Далее. Иные ели в церквах отдельно друг от друга и не уделялись нуждающимся. Иные, превозносясь дарованиями, соперничали между собой. Относительно учения о воскресении колебались. Многие отращивали волосы и ходили, как цинические философы. Притом, коринфяне прислали Павлу через Стефана, Фортуната и Ахаика, послание, в котором писали о браке и девстве, а, впрочем, умалчивали. В это время и пишет Павел не о том только, о чему ему писали, но и о том, о чем не писали ему, тщательно разузнал об этом, обо всем. Поскольку же это важнее всего, в церкви были разделения, то это происходило от высокоумия, то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему, поэтому Павел начинает так. 1 Коринфянам 2 глава 1 стих. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, толкование, не говорит, не только говорит, в ученики Евангелия избраны были люди немудрые и не знатного происхождения, но и сам проповедник Евангелия пришел, возвещая нам, вам, свидетельство Божие, то есть смерть Христову без красноречия, мудрости человеческой. Заметь же, что и проповедник был человек простой, необразованный, и предметом проповеди были крест и смерть. И однако одержали победу. И так явно, что изречена... Не торопись, помедленнее считай, люди будут слушать, ты для людей считаешь. Говори как проповедь, не просто вылепить. С выражением так, чтобы как будто ты говоришь это сам. Я понял. И так явно, что неизречена та сила, которая все это делала. Что же, неужели Павел, если бы и захотел, не мог прийти с мудростью? Он сам не мог, потому что действительно был человек простой и необразованный. Но Христос, который даровал ему и большее, мог. Только это не было выгодно для проповеди, ибо для Христа больше славы в том, что он победил других простотой Павла, чем в том, если бы достиг сего мудростью и красноречием. 1 Коринфянам 2 глава 2 стих. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого. Толкование. И Христос, говорит, хотел сего, то есть, чтобы я был человеком простым, да и сам я признал за хорошее вовсе не знать внешней мудрости, а знать только то, что Иисус Христос был распят, и уметь проповедовать вам о Нем. Комментарий Игнатия Лапкина. Годы учебы в семинарии и академии должны быть наполнены изучением Слова Божия, чтобы каждый знал Библию и был искусен проповедовать о Христе. 1 Коринфянам 2 глава 3 стих. «И был ее у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Толкование. Не только, говорит, «Я пришел к вам бедным по слову, но и жил между вами в немощи и страхе и трепете, то есть, среди гонений, искушений и бесчисленных опасностей. «Ибо сам он, как человек, боялся опасностей, даже трепетал их, посему и достоин больше похвалы, что, будучи с нами одного естества, превзошел нас своей волей. Выше сказанными словами он показывает могущество Христа, то есть, что он преодолел столько препятствий. И вместе низлагает гордость коринфян, полагавшихся на мудрость, богатство и силу». Первое послание коринфянам, вторая глава, четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы толкования. Проповедь моя, говорит, не была убрана внешней убедительностью и красноречием, но состояла в явлении духа, то есть, доказательством имела самого духа святого. Это значит или то, что апостол через благодатное служение слову внушал веру своим слушателям, необыкновенным каким-нибудь образом, или то, что он творил знамения и чудеса, ибо прибавляет и силы, то есть знамений». В самом деле, видеть мертвых воскрешающими было сильным доказательством истинной веры. Но так как и демоны производят знамения через наваждение, то апостол присовокупил слово силы, сказав наперед духа, показывая сим, что его знамения зависели от святого духа. Впрочем, слово силы можно понимать и иначе, ибо сказав «пришел не в мудрости, но в немощи», слово в явлении духа относит к мудрости. А слово силы противополагает немощи. Как бы так говоря, «хоте я терпел гонения и иссечен был бещами, но оказался еще сильнее, а это служит величайшим доказательством для слова». 1 Коринфянам, 2 глава, 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на стиле Божией». Толкование «Мудростью человеческой называют убедительность и красноречие, а под силой Божией, как выше показано, разумеет укрепление в немощных и гонимых, также явление знамений. Сими это средствами утверждаема была коринфи не вера ваша, не способностью выражаться убедительно и красноречиво, но силой Божией». 1 Коринфянам 2 глава, 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих». Толкование. «Выше назвал проповедь безумием, потому что так называли ее эллины, но доказав самым делом, что это истинная премудрость, наконец, смело называют и проповеди Христе премудростью и спасение Крестом, ибо истребить смерть смертью действительно есть дело величайшее премудрости. Совершенными называют верных, ибо они точно совершенны, потому что презрев все земное, стремятся к небесному. Мудростью века сего называют мудрость внешнюю, так как она временна и оканчивается вместе с всем веком. властями века сего именуют не демонов, как думали некоторые, но мудрецов, ораторов, ритеров, которые были вместе с вождями и начальниками и народа, потому же они временны, поскольку же и они временны, то называют их властями века сего и приходящими, то есть прекращающими бытие, а не вечными. 1 Коринфян 2 глава 7 стих Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Толкование Тайной называют проповеди Христе, ибо она и проповедь и вместе тайна, потому что и ангелы не знали о ней прежде, чем она была возвещена 1 Петра 1 глава 12 стих И мы, видя в ней одно, разумеем другое. Так я вижу крест и страдания, а разумею силу, слышу раба, а поклоняюсь владыке. Скрыта сия премудрость от неверующих совершенно, но для верных только от счастья, ибо видим ныне, как в зеркале 1 Коринфян 13-12 Словом предназначил указывать на любовь Божию к нам, ибо тот истинно любит нас, кто уже задолго готов был благодетельствовать нам. Так и Бог прежде веков предназначил нам спасение крестом, спасение, составляющее величайшую мудрость, сказал к славе нашей, потому что Он сделал нас причастниками славы. Ибо вместе с Господом быть участниками в сокровенной тайне составляет для раба славу. 1 Коринфянам 2 глава 8 стих Которые никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распили бы Господа славы. Толкование. Князьями называют здесь Ирода и Пилата. Не будет, впрочем, ошибки, если разуметь и первосвященников, и книжников. Слова века сего выражают, как и выше сказано, их временную мудрость. Временную власть. Если бы они знали сокровенную, как выше сказано, премудрость и тайны божественного домостроительства, именно тайного человечения Божия, тайну креста, тайну призвания и усвоения язычников, тайну возрождения, усыновления и наследия Царства Небесного. Одним словом, все тайны, открытые апостолом Духом Святым. Также и первосвященники, если бы знали то, что город их будет покорен, и они сами будут отведены в плен, то не распяли бы Христа. Христа назвал здесь Господом славы. То есть, поскольку почитали крест чем-то бесчестным, то показывает, что Христос нисколько не потерял своей славы через крест, напротив, еще более прославился, потому что через крест яснее обнаружил свое человеколюбие. Итак, если бы они не узнали, то надлежало отпустить им все грех. Да, если бы они после всего раскаялись и обратились, то им отпущен был бы грех, подобно как Пилату и другим евреям. 31.